Номер 543 События дня Деяние 1.8, эпиграф Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой Отсюда делать вывод Раз никто не идет на проповедь из этих православных монахов Значит они не приняли силу на проповедь И значит не сошел на них Дух Святой Тут прямая зависимость И не надо там, может замазать его всего Толку не будет Это у нас за восьмое Вернее это у нас будет уже за девятое Как-то так это, сегодня же десятое Ээээ, тут 544 тогда будет Вот так Ну бывает так Какие события? Мне скинули материал важный Перевод библии на узбекский язык Занял 25 лет И вот показано Из интернета какая комиссия сидят В Ташкенте прошла презентация Первого полного перевода библии на узбекский язык Мероприятие было организовано Организовано библейским обществом Узбекистана И проходило на территории Ташкентской узбекистанской Епархии Среднеазиатского митрополитического округа Русской Православной Церкви Интересно, сектанты жалуются Что их там притесняют А вот православным как-то разрешили же Так, при том православным-то не богослужение А именно библию перевести Это больше к сектантам По слуху-то Но однако вот так До настоящего времени полного перевода всей библии Мукадас Китоп Видимо переводчик Или перевод называется Не знаю даже На узбекском языке Не существовало Издавались лишь ее части Издание является результатом Почти 25-летней работы В которой принимали участие Профессиональные лингвисты Переводчики Филологи Богословы Мероприятие Стало значимым событием В религиозной и культурной жизни общества Как известно на сегодняшний день Библия является Самой издаваемой и считаемой книгой Во всем мире Ежедневно печатается Около 33 тысяч экземпляров Этой книги На разных языках Всего в мире насчитывается Около 6900 языков И на 3223 из них Есть полный или частичный перевод библии Откуда 6900 языков Не знаю Раньше везде писали В 2896 Но видимо открывают Какие-то диалекты разные Это не отдельные языки На презентации присутствовали Представители комитета по делам религии При кабинете министра в республике Узбекистан Представители посольства США Объединенных библейских обществ России, Украины, Казахстана и Кыргызстана Института перевода библии Священнослужители Различных христианских Деноминаций Слово деноминации Всегда означает ересь То есть разные еретики были Представленных в Узбекистане Исламского университета в Ташкенте Событие прошло по инициативе Библейского общества Узбекистана Института перевода библии При поддержке комитета по делам религии При кабинете министра республики Узбекистан Сообщает библейское общество Узбекистана Вот такое важное событие У меня есть такое стихотворение Копал экскаватор глубоко от рошей и выкопал Это сундук Да и как Тянулось много рук Взять распаковали А там разные книги Ветош это убрали Там переводы на разные языки Кто-то говорит там в милицию надо позвонить Я мог бы просчитать это стихотворение Я давно уже писал его Лет сорок назад И все А где это было? Где это было? Ну в Узбекистане было Что-то от этого Вот И разобрали В милиции там пока разобрались Приехали о пустой ящике Это сундук Ничего нигде нету Кто закопал? Когда? Но все молились за тех Кто это сделал Арина Латвина пишет Здравствуйте Подскажите пожалуйста Можно ли разводиться с мужем Если он при малейшей ссоре срывается Посыпает проклятиями И как по православному Защититься от разного рода проклятия и негатива Мы с мужем венщины Я отвечаю Притча 15.1 15.1 Кроткий ответ отвращает гнев А оскорбительное слово возбуждает ярость Это ваша власть Арина И 1 Петра 3.4.1 Так же и вы жены Повинуйтесь своим мужьям Чтобы те из них Которые не покоряются слову Житьем жен своих без слова приобретаемы были Когда увидит ваше чистое Богобоязненное житие Да будет украшением вашим Не внешнее плетение волос Не золотые уборы Или нарядность в одежде Но Сокровенный сердце человек В нетленной красоте Кроткого и молчаливого духа Что драгоценно пред Богом Так некогда и святые жены Уповавшие на Бога Украшали себя Повинуя своим мужьям Так Сара повиновалась Аврааму Называя его Господином Вы дети ее Если делаете добро И не смущайтесь Никакого страха Но относительно проклятия Библия говорит Притча 26.2 Как воробей вспорхнет Как ласточка улетит Так незаслуженное проклятие Не сбудется Не сбудется Псалом 108.28 Они проклинают А ты, Господи, благослови Они восстают Но да будут посты жены Раб же твой Да возрадуется Елена Душенковская Пишет Уважаемый Игнатий Тихонович Слава Иисусу Христу Хотела давно Задать вам один вопрос По поводу места женщины В церкви Мы знаем, что апостол Павел Пишет Учить жене не позволяю А если хочет что-то спросить Пусть спрашивает Дома у мужа Вопрос мой в том Что где грань того Где женщина может Кого-то обличить Что-то назидательное сказать В вопросах веры Или все-таки лучше Постоянно молчать На эту тему Так как женщина Хуже мужчины Так как Ева согрешила Первый И ее удел Просто верить И делать дела милосердия Помогать имением Воспитывать детей Ну сначала родить Надо воспитать И родить и воспитать И не встревать В разные богословские разговоры Или вообще разговоры О вере О сегодняшнем христианстве И тому подобное Я вопрос какой задала Я отвечаю Без спору О сказанном В Святой Библии Это вы похоже Уже усвоили Без спору И добавить Вроде бы нечего Но другим Говорить о Христе О спасении Воспитании детей Не только можно Но и нужно В храме же нельзя Святой Иоанн Затус Говорит Что в вопросах Житейских Женщина бывает Острее мужчины иногда Не случайно же Марию Магдалину Называет апостолом Для апостолов Говорите И не умолкайте И она Наталья Вичкутова Вичкутова пишет Дорогой Игнатий Тихонович От всего сердца Поздравляем вас С днем рождения Сегодня 10 июня Благодарим Господа за вас И таланты Которыми он вас Благословил Вы для нас Пример и эталон Вадимова Духом Божьим Человека Благодаря вашему Помазанному служению Наша семья Андрей Наталья И уже сын Вернулись домой В православную церковь Вот сегодня Мне такой подарок дали Тут почти каждый день Об этом пишут Вспоминаем вас С благодарностью В молитвах Считаем себя Вашими Духовными Щадами Вспоминайте о нас В молитвах иногда Благослови Господи С любовью И благодарением Семья Вичкутовых Ирия пишет Владимир Большаков Многое лето Многое лето Многое лето Игнатию Это буква Так и снова Многое лето Многое лето Многое лето Игнатию Вот Протеи Ирии Ирии стоит Владислав Марущак пишет Дал мне материал Печальная и тяжелая Для впечатления Картина Представляется нам Если мы остановим Внимание свое На современном Состоянии Виноградника Божия То что совершается В последние времена В мире И в нашем Православном Отечестве Ясно говорит Что делатели Виноградника Божия Начинают уподобляться Богоборным Иудеям Отвергают слова Посланников Божиих И избранников Сосудов благодати Божией Оскорбляют их И поносят И рекут Всех зол Глагол на них Начинают вторично Распинать Сына Божия Отвергая его Святое Евангелие Попирает его Заповеди Отрицая в корне Самое дело Христианства Это сказал Священномученик Конечно канонизированный Мефодий Красноперов В 1921 году Епископ Петропавловский Отец Сергий Мальцев Пишет Поздравляю С днем рождения Здравия Духовного телеса На многое И благая лета Сергей Игнатов Впитывает в себя Каждое слово Из Библии Сказанное в нужное время Поэтому Почитаю За большую честь Быть учеником Господа У которого Учусь Через его Раба Игнатия Тихоновича Лапкина Прости меня Боже Что нет у меня Иных слов К Игнатию Тихоновичу Кроме слов Благодарения Сергей Козлюк Это все Сегодня утром Скинули Примите Сердечное поздравление Игнатий Тихонович С днем рождения Вашего И пусть Господь Еще сподобит Вас Потрудиться На его Благословенной Ниве Рождая Через вас Желание У окружающих Познавать Его святое слово Слава Господу За ваш труд Перед его Чудными Очами Юрий Шаповалов США Баптист Для книги Выписывал Покупал Игнатий Тихонович Поздравляю С днем рождения Милости Благодать Господа Нашего Иисуса Христа И вам Александр М Поздравляем С днем рождения Мира И благословений Вам Игнатий Тихонович Праведник Святет Как пальма Возвышается Подобно Кедр Наливания Насажденные В доме Господнем Они Святут Во дворах Бога Нашего Они В старости Плодовиты Сочны И свежи Чтобы Возвещать Что Праведен Господь Твердыня Моя И нет Да даст Господь Крепость И силы Еще Трудиться Во славу Его Максим Некрутенко Да благословит Вас Господь И сохранит Куем Чи Марина Это наша Потеряевская Гречаночка Дорогой Дядя Игнатий С днем Рождения Много Восписательных Знаков Всех Благ От Господа Ну и разных Там называют Эти смайлики Накидал Цел Это ему Корзина Еще Тойка Нету Но я За свою Жизнь Ни одного Ксения Юрова Дорогой Дядя Игнатий С днем Рождения Всех Благ От Господа Виктор Загридинов В Китае Из Китая С днем Рождения Михаил Гордеев Какая заслуга Это Игнатия Тихоновича Лапкина В этом Деле То есть Я его Как-то Ему Сказал Об этом Он Мне Возвращает А по-христиански Многое Лето Это Love Gift Это Послание Любви Подарок Наталья Усатая Из Германии Мир вам Отец Игнатий Решила вам Написать Не удержалась Сейчас по нашему Времени 18 вечера Хочу вас Поздравить С днем Рождения Молю Владыку Всевышнего Чтобы даровал Многое 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 Лето В добродетели Спокойстве В здоровье В мире Со всеми Сродниками И согласии Со всеми Ближними Да Пошлет Господь Савао Всех Святых Небесных Бесплотных Сил Удостоить Вас Ихней силы Сокрушать Все Зло И страсти Под ноги Ваши Укрепит Господь Путь Спасения Души Вашей И благословит Дни Ваши Чтобы Имя Игнатия Было Написано В книге Жизнь У Агнуса Я Скорблю О Потеряевке Молю Господа Чтобы Своим Путем Переселил Меня На родину В землю Русскую Такое Горящее Желание Если у меня Хотя бы На две Недели Хоть Глазком Увидеть Повидаться С вами Следующее Лето Может и Не быть Муж Боится Отпускать Он Сириец У нее Не верит Что Всем Управляет Господь Но я Не теряю Надежды У меня Всегда Такое Ощущение Что Мой Отец По Плоти Николай А По Духу Игнатий Отец Игнатий Может Случиться Так Что Я Приеду Напишите Мне Координаты С кем Я Могу Созвониться В Барнауле И Кто Может Встретить Меня Слава Иисусу Христу За все И его Державе Аминь Шереметьев Александр С днем Рождения Игнатий Тихонович Благословение Вам Или Та Жизнь В Господе Но Это Взял Счасть Небольшую Сегодня Уже Некогда Брать Из других Материалов Беру Только Поздравительное В прошлом Году Я Насчитал Кажется 1200 Поздравлений Было И Телефон Звонит И Я Не стал Его в руки Брать И Епархия Местная Поздравила Епархия Не думай Что Ни без Благословения Митрополита Сергия Ну вот Кто у меня тут остался Сейчас я проверю Как всегда И на этом Расстанемся Ну-ка По порядку Буду сейчас Анатолий Здесь нет Андрей Спасибо Христос Игнати С днем рождения Спасибо Христос Все на этом Братья Помолите Чтобы нам Благополучно Доехать Значит Связи по скайпу Не будет До 10 октября От молитвы Я советую Эту общую молитву Оставить До следующего Времени Сергей Сильно занят Он ко мне Поедет Это наша Последняя Утренняя Совместная Молитва Кто-то Осуждает Может быть Что вы Открыто Написано Дверь закрой Мы дверь-то Закрыли А стены Вывалились То есть Нас видно Далеко В церкви Это мы же Не закрываем Двери Молимся Это у нас Как церковь Тем более Храм рядом Стоит у нас Ну вот Все Мы начинаем Готовиться Сейчас Уже Одна минута Седьмого К 7 Сергей Если можно Приезжай Загружать Будете Сейчас Минутку Слава Иисусу Христу Все Так Остается Все Позвоним С Богом А Все Захватил Уже Татьяна Капустина Заботилась Все Дорогие Мои До свидания Помолитесь О путешествующих С Богом С Богом С Богом Вот так Отпись С Богом С Богом С Богом